там грязь мы можем застрять а тут за уазом сбегаем что не поедем вопрос блин а места хоро не наверно поедем все-таки за уазом сейчас сотри какая красота блин я думал я думал что тут все высохло я думал все высохло посмотри какая красота я не могу назад может за уазом быстро метнемся он тут рядом там уже суровый накачал я ему звонил до чтобы он накачал ой блин не у меня становится сердце если мы не вернемся давай по краюшку хоть проедем анжелка может по краюшку пониженную включим с блокировками ну давай по краюшку хоть а туда можно так обретут мл ехал мл тут ехал 6 3 мг тут ехал так издеваться на и нервная система не выдержит вот она танковая смотри какая грязь елки тут велосипедистов больше чем людей в дарнице смотрите неожиданных выходной неожиданно сегодня образовался вот а вот там бы мы ехали елки-палки анжелка давай вернемся еще мы можем да что-то что-то пошло не так сейчас пока распалите костер я быстро за уазом съезжу на чем на метро на метро вот танковая все идет она смотри какая мы тут могли ехать спокойно да что-то что-то подумал что мы не успеем давай вернемся еще мы успеем не за уазом быстро вот-вот центральная лужа вот первого участка вон вон смотри какая зеленая водичка нет смотри какая красота говорит нету лужи конца края не видно елки-палки тут саня кончил в ранглер последний раз мы катались посмотри какая вода высокая сегодня не я разворачиваюсь я разворачиваюсь посмотри какая красота сейчас поедем быстро съездим вы пока распалите смотри какая красота блин ну ладно давай переносим на сегодня тренировок тренировочной блин мы проехали не мы не доехали переносим это тренировочная это сегодня на субботу переносим смотрите а вот тут переезд переезд первой части танковой на вторую вот 2 налево но мы туда не поедем вот 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 налево вторая смотрите там какая красота вообще как красиво зеленая водичка забор стрельбище слева в этом месте всегда у кого-то что-то отваливается короче на танковый или кипит да тут классно вообще он смотрите какой дом там шикарный ну его так не видно обычно ну он за забором посмотрите какой дом там стрельбище мы в детстве туда ходили за гильзами детства было трудно игрушки из дерева и только гильза была у нас из металла из игрушек короче да да вот все время прямо а шо ты да так еще далеко тут ехать не переехать да нет это же машина тут специальная окраска на не царапается вон она танковая вот тут пойдете смотреть или нет мы идем хоть грязи в карманы наберем хоть елки такая травма вообще ну давай может я развернусь еще но еще не поздно наверно вижу белого цвета это белый так не будем гриб жарить где вы какая красота вообще что-то мыл а вон танковая смотрите танковая он видно красота посмотрите какая елки-палки сейчас я буду максу звонить опять бросит ребенка куда не бросит чего положит зачем бросать ой блин можем тут до полянка ничего полянка полянка в этом виноводочном в 90-е было блин так лохануться не взять у вас ладно будем что-то думать сейчас мы вам а ну читай так но прочитайте а не видно все равно давай не хочу ты представляешь что уже тогда промывали мозг короче да не нафиг тот афроут тут нормально и так о стой 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 сначала дияльность дияльность партийных организаций донбассу по развитку важкой промысловости в роки другое пятирички ого это же давно коммунистичная партия нашей края не на всех этапах будивництва социализму приделяла особливую увагу розвитку важкой промысловости она керувалась и керуются вказивкою в эй ленина стой стоп все я понял чем проблемы в стране ну партии нету никто не определяю важковой промысловости уваги и все и вот тут много мы пропустили елки-палки слышит этот абзац надо сохранить и мы его сжигать не будем давай сейчас на костер возьмем что-то попроще там обложка есть сейчас покажу вам обложку черт история кпрс это называется эти это по украинской мове кпсс по по-русски науковой науковый наукове праце и старични из истории кпс науковой праце да короче ладно сжигаем ну про донбасс оставляем слышу это важный момент вот проблемы в чем стране да да хоть сегодня без афроуда но виллис к нам приехал правнуку прадедушка приехал по танковой покататься не удалось это принципе не не предназначена машина виллис тоже не предназначен в его возрасте не очень правильно нырять в болото ну так раз в год можно конечно но это было на фесте так классный вечер середина октября только солнце садится сразу сразу свежо все равно тепло относительно сейчас 14 градусов показывает тут не всегда точно ну где-то да так 15 есть на месте ничего не надувать задний 1 2 3 а за 1 2 а задние да все елки я первый раз на виллис садитесь что вы стоите сзади есть места заходи так соли сколько у тебя рост метр восемьдесят семь метр восемьдесят семь первая на себя да да углы вместо 2 задние вместо 2 заднюю место 2 это на повышенной мы сейчас до пониженной же садом вроде мало блин класс можно так а сидение сидение так ну установка родная не назад не дальше как-то очень после военных больше были это именно военные это вот родная посадка третью давать классно 3 на 3 еду ну люфт в рулевой конечно чуть чуть бы уменьшить до немножко рулевой говорю люфт немного не занимаюсь за это работает минимум лучше стала до кастер блин класс вообще это виллис это вам не шутки а тут дорога же неровная боюсь чтобы не сбиться с пути что там как ты держишься как ты там тяжело до плохо и бульен вот такой мягкий классно это все отмечали ребята кто это впереди сидел как-то так впереди не я перекачал колеса дал двойку это много да ребята все отмечали это мы на третьей пониженной доедем дача двойка это для полной загрузки надо справить а танковая вот она видите прямо рядом вот мы прямо не обралилила идем обратил на параллельно за бетонкой да я не вот вот прямо вот а я думаю что за раз мы приедем куда я покажу это вот именно танковая так я понял за много лет танки прокопали поеду и мы не всю заживу странно это вот сама танковая просто рядом заезд выезд это такая параллельная дорожка сделали вот так четко работает вообще вот он получается же этот мотор чуть ли не более тяговитый чем это чем более новое или он как-то внизу больше плюс он на низах никто на двух тысячах не даст максимальный крутящий у него да 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 ну него скажем там там уже 353 500 4 на двух тысячах максимальный крутящий двух тысячах максимальный до этот двигатель устаревший с одним большим плюсом тяговитость на низку оборота а так он устаревший по всем пунктам выворот небольшой или нормально в принципе для его длины хватает до то я уже освоил управление практически и удобного это посадка сорок трам году это было самое самое пижонская машина с метром 80 не получается не это скрыть пижонская когда именно вторую сразу сломать второе не это задний проверяем все второе второе первое пониженное не надо края уже 3 просто ногу надо ставить на тоннель получается то мы там когда переделывали на на тоннель чуть правее ногу ставишь тогда газ удобно так получается посадка сейчас парка стороны до переставили не родной педаль убрать смотрите как у меня ноги стоят немножко немножко сложно но левая такое дело а правая стоит когда на тоннеле вы тоже так ездите на тоннеле нога или нет ну когда на газ да потому что получается посадка при моей стройной не совсем стройной фигуре ну руль очень близко если долго ездить будет вот тут будет след не вы класс мне нравится как она на 3 это третья передача то есть прямо ну пониженная прямая уже получается да один к двум ну да получается просто легко чуть ли не с холостых едет блин птицы в шоке улетают думает война наверно а танковая вот она прямо параллельно вот вдоль этого забора это тут стрельбище спасибо что вы ехали тогда я так и подумал что тут ну когда не был ни разу это уже будете знать теперь это ваши фирменное место то нет но это место просто бывает что-то где-то по танковой начинаем второе это второй участок первое тут доля асфальта а потом вот вы здесь стояли как раз это въезд на 2 и вот он прямо идет и бывают у кого-то что-то тут как раз такая жесткая часть вот в этом месте где мы стоим там такое когда подсыхает как пластилин становится такой грунт но очень-очень вязкий глубокий и максимальная нагрузка на трансмиссию кто-то что-то ломает и вот по этой дороге можно ли привести запчасти или вернуться последний раз что-то у макса тут сейчас что у него на лендровере лопнул шланг гидро как шланг коробки то что на радиатор охлаждения коробки автомат идет и шланг у него там не идеальный короче до не но охлаждение коробки же есть радиатор обычно он есть встроен в основной радиатора правильно вообще выносной ставят охлаждение коробка автомата основная проблема из-за чего выходят из строя из-за перегрева очень вот она ведь и хорошо тут он видно сейчас приедем он стоит встроенный в основной радиатор в основном у всех но когда по правильному люди делают отдельный радиатору тут вывозят животинки мусору тут как-то высыпали сейчас вам расскажу историю высыпали мусор вот в этом месте аж уже не высыпали какие-то доски какое-то строительное ну такое но не в общем строительный такой вон ветер куров от танков до привести высыпали потом кто-то их 10 мусорников кто-то их подпалил не подпалил короче села камера а я еще не делал юсб сделала у меня есть до рома мы в италию собираемся у меня 69 там есть в резерве будете ехать на велись или нет не доедет до италии доедет до италии или нет я думаю да там все перебрано все напичкано новая гипоидка новые шестерни до подшипники более куда как я говорю берлине он же один раз был был берлине 90 процентов до я кстати хотел если в италию ехать хотел тоже через берлин заехать если когда-то не спеша ну в августе можно в августе в италии говорят нет людей машин мало чтобы не мешали нам ездить да а в прилуке без остановок до без в прилуке без остановок до был он в прилуках когда две недели прошло ровно время идет вообще да вот такая история а своим трудом диск вот это оригинал диск да да это американский родной одета еще такой был или не воде на запаски а остальные что это такое не скажут микроавтобусы польские а не усилить да 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 еще надо один докупить до или 22 до купить со времени так а тут как-то дальше сиденье отодвинуто получается не я имею ввиду что ты проще тут тут проще там бак там надо было 60 литров спрятать атома 60 литров банда ого молодцы 60 плюс канистра сзади плюс 4 канистры здесь 4 канистры там плюс 5 канистр на капоте это типа посчитано специально было до чтоб чтоб далеко можно раз два три четыре ногами становился стекло ложится снимал видео и спокойно ногами своим весом 100 килограммами 4 канистры или запаска вставала вот таким образом запаска запаска что-то весит вот так он приходил с америки в ящике колеса были здесь сзади два и на сидушке 2 и запаска то второе место 4 канистры сюда можно было поставить а с лебедками были что же дадут когда но она была вертикальная такая катушка а вертикально такая глупость была надо было отключить перед ним ну это как резервный если уже где-то встрял я так понимаю если не или что-то тянешь кого-то допустим вытащить канистра а его тут становилась или дополнительный пулемет а стационарный пулемет вот здесь но мы видели на выставке был над бил над головами над головами туда он высоко был бы мы на выставке видели и на тех что были для африки почему-то были для запаски они были я вам скажу больше мы ездили в африку ну как пару лет назад и там у всех до сих пор две запаски в тойотах все по две запаски а знаете почему большие ну как расстояние оторванность можете это уехать и кто тебе поможет там навигации нету в смысле ну как сложная навигация там желтый цвет две запаски и расширительный бачок радиатор я думаю еще откуда там две запаски это еще с тех времен видно у них принято было да а еще шка не справа а средину не говорю туда же сколько угодно тут она ставала а люди штамп посередине сидели посередине сидушка в реставрации уже на выходе она складывалась или так или так разили снаряды 2 двери же видел какие 45 45 утягала она без напряга да я не знаю сколько нам поднижение а родной мотор еще наверно ниже лучше едет еще еще ниже дальше он длинноходный и объем длинных 2 и 2 их от длиннее объем там символически больше да а там сколько ходом 110 110 ход а тут 100 ход это фактически газоновский 51 двигатель у которого отрезали два цилиндра да 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 точно 310 на 100 там еще больше тут еще тяговики тут 110 110 тут 82 диаметр а восемь штатный или 82 с половиной или 83 83 с половиной 84 и ход вас 51 110 миллиметров я понял а тут он вам покинулась и все еще двигатель интересный на первых волгах на бобиках экспортных с объемом не два 120 а два сорок три с прошлом ход сотка а с поршнями 88 миллиметров ого да и тот уже был не 55 65-75 70 лошадок но он с украины первых у вас на голова стиках и на первых волга 21 вот очень редкий мотор на море кида он 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 не мой двигатель расширенный а особенный класс на экспортные бобики еще такой был такой не найдешь на недостаточно они ну едет легко до далее давайте покажу кто не видел в оригинале как по педалям пробег знаешь как смотрят по резину по резиновым да тут металлические немного подтерлись да такой денек в общем всем пока спасибо до встречи